26 февраля в городе Орехово-Зуево в клубе прогресса бокса имени Виктора Петровича Агеева прошел турнир, посвященный Дню Защитника Отечества на приз Героя России Александра Николаевича Головашкина. Почетным гостем соревнований стала Светлана Кулакова, российская спортсменка, боксер и кикбоксер, четырехкратная чемпионка Европы по кикбоксингу, чемпионка мира по кикбоксингу среди профессионалов, бронзовый призер чемпионатов мира и Европы по боксу среди любителей. Пять спортсменов Федерации бокса Электрогорска приняли участие в турнире. Это Максим Платонов, Максим Людков, Виталий Панин, Аббас Алиев, Арсений Костин. В весовой категории до 42 килограммов первое место занял Арсений Костин. Всего в турнире приняли участие 42 спортсмена из Ногинска, Павловского Посада, Дзержинска, Орехово-Зуево, Электростали. Спасибо организаторам турнира, поздравляем наших спортсменов и желаем удачи. В Ногинске прошел турнир в честь празднования Дня Защитника Отечества на призы мастера спорта международного класса Николая Дмитриевича Антонкина. В нем принимали участие команды из Мытищ, Одинцова, Электростали, Красного Электрика, Большой Буньково, Балашихи, Ногинска, Электроуглей, Косино. Первые места заняли Соломон Саторов, весовая категория 30 килограмм, Кирилл Жидикин 65 килограмм. Вторые места у Андрея Илюшкина 30 килограмм, Михаила Ванюшкина 32 килограмма, Михаила Абдурахманова 35 килограмм и Максима Иванова 56 килограмм. Третьи места разделили Абубакар Саторов 38 килограмм и Артем Лысенко 48 килограмм. В Московском центре боевых искусств прошли международные соревнования Russian Open Junior Cup 2022. Воспитанник электрогорской школы каратэ знамя труда Климент Кач в очередной раз на самой высокой ступени пьедестала. Это сильнейший международный турнир по Киокусинкай в России, в котором приняли участие 1700 спортсменов из 17 стран мира. Гордимся и поздравляем с этой важной победой. В минувшую субботу игрой электрогорской молнии против команды Бирхаус открывался очередной тур чемпионата Орехово-Зуева по хоккею с шайбой. Наша команда перед туром поставила себя не совсем удачное положение. Чтобы стать обладателем бронзовых наград чемпионата, спортсменам надо одержать победу в трех играх. Первый шаг сделан. Уже в первом периоде наши ребята провели три безответных шайбы. Последующие два периода сыграли 2-2. Этого хватило, чтобы победить с общим счетом 5-2. Настоящим героем этой встречи стал Андрей Березкин, который оформил дубль и отдал одну результативную передачу. В чемпионате осталось две игры и при положительном результате наша команда будет в ряду медалистов. Давайте пожелаем удачи и поддержим молнию уже 7 марта в матче с автомобилистом.